Привет, друзья! С вами Полина Слепакова. А это значит, что в эфире телеканала Европа Плюс ТВ снова программа Made in Roo. Полчаса только горячей музыки. Поехали! Говорят, что от любви можно потерять голову. А вот монатик, например, когда влюбляется, ударяется в танцы. Давайте танцевать вместе с ним! Я меньше, чем никто, утверждает Рита Дакота. Рита, мы с телезрителями уверены, что ты сильно преувеличиваешь. Что я тебе? Ну, опять честно. Улыбнись, улыбнись, улыбнись. Мне больно, как ты хотел. По законам нашей страны, воровство уголовно наказуемо. Ответственности вам удастся избежать только в том случае, если вы собираетесь похитить сердце своего возлюбленного. А подробную инструкцию того, как это сделать, готовы предоставить Донни и Сати Казанова. Друзья, сегодня к нам в гости пришла очаровательная певица, потрясающая актриса Юлия Паршута. Юлия, привет! Всем привет! У тебя постоянные концерты, гастроли, но ты всегда остаешься такой красивой, привлекательной. Как ты это делаешь? А, я не знаю, как это получается. Потому что, ну, как мне кажется, нужно спать обязательно. Нужно позитивнее смотреть на все и любить людей. У тебя есть какие-нибудь слабости? Собаки. Собаки. А, в смысле? Все, я пропала. Ну, вот вчера в ресторане у нас была деловая встреча, а здесь какой-то корги сидел, собачка. В ресторане и смотрела такими глазами на соседа, который жевал у свиные ребрышки. Я схватила эту собаку и начала ее тискать. Собака была против, мне кажется. Но терпела. А у тебя есть у самой собаки? Ну, вот лично у меня нет. Должен быть кто-то, кто все-таки будет гулять с ним. И собака, ну, как можно наизне оставить дома? Ну, нереально. Сейчас ты успешная сольная исполнительница, но когда-то ты ушла из группы «Инь-Янь» на пике популярности. Расскажи, а ты не побоялась рисковать? Это как клуб, да? Хороший клуб закрывается на пике своей популярности. Но на тот момент мне показалось, что уже все закончилось. Для меня лично, наверное. А сколько сложно было выстроить сольную карьеру? Наверное, первое время тебя еще ассоциировали с группой «Инь-Янь». Мне, конечно, очень не хотелось прекращать работу с Костиной, ладно? Потому что я его очень люблю и очень уважаю, и до сих пор мы в дружеских отношениях, очень хороших. А тогда, ну да, наверное, было волнительно на тот момент. И какое-то время действительно было очень сложно. Но я не боюсь его. А что было именно сложно? Сформировать новый коллектив, с которым бы ты работала? В том числе. Сформировать коллектив, действительно, подобрать людей, которые горели бы так же вместе с тобой этим делом, родели бы за тебя. И тогда ты без продюсеров, когда тебе не говорят... За тебя ничего не делают. Делаешь сам. То есть у тебя нет каких-то наработанных связей с телеканалами, с радио. В чем, собственно, большие плюсы продюсерского центра? Там уже сложившаяся какая-то тетка контактов-контактов. Сейчас весь кайф в том, и привилегия артистов сегодняшнего дня в том, что есть интернет. Там тебе точно ротация никто не перекроет. А ты больше ориентируешься на телевидении или на интернет? Я люблю старый добрый телевидение. Я каждый день его включаю, да. Ну и интернет мне не чужд. А вот насчет комментариев, как ты, в принципе, к этому относишься? Ну, это наша ящ, это данность. Люди выходят в интернет и сбрасывают стресс каким-то образом. Я блокирую всякую гадость и нечисть. Нечего размножаться у меня. Это мой домик личный. Скажи, кто в твоей команде принимает финальное решение? Не побоюсь этого местоимения. И я? И я. Конечно. Как опытный человек. Да, как опытный человек. Финальное решение за мной, да и в общем за мной. Я же выступать на сцене, петь эту музыку и эти слова, надевать в кадр эту одежду. У меня в команде есть люди, на которых я полагаюсь во многих вопросах. Я отдаю полностью. Говорю, вот решай, решай сама. Решай сам. Вот это на тебе. Я тебе абсолютно доверяю. Но ключевые моменты, что касается видео, что касается музыки, ну все же это, конечно, финал за мной. Давай тогда перейдем к твоему клипу. С огромным удовольствием представляю вам свою видеоработу на песню «Почему дождь». Пожалуйста, оцените картинку, оцените эту красивую Москву и мои костюмы. Ты сквозь меня пройдешь, а я тебя скоро из памяти своей навсегда заберу. А кто снимал этот клип? Михаил Самуилов, Анна Потапова. Идея была полностью их. В нашей жизни, которую мы проводим в телефоне, все, что там отражено, все наши переживания, все, вот это прямая параллель. Песня «Почему дождь», ну она очень полюбилась людям, благо сейчас очень просто мониторить, что действительно людям нравится. Просто просили снять видео. Ну это же кайф, когда ты знаешь, что ты заранее предоставишь то, что люди ждут. Я люблю кино, я люблю киношную картинку, я люблю сюжет, закрученные перипетии, где надо сыграть, пострадать, посмеяться, любовь, нелюбовь. Композиция называется «Почему дождь?». Как ты, в принципе, к осени относишься? К место грязи. Это надо принять. Одеваться как-то подобающе, чтобы штанины не промокали. Что тебе помогает сохранять свое хорошее настроение? Спорт. Это там пробежечки, все возможные. Обязательно, лучше с утра. А осенью как пробежки делать утром? Я не бегаю на улице в Москве, и вам советую. Почему? Разве что в респираторе. Ну пробегите, у вас будет моська черная. А где ты бегаешь? Я бегаю в зале. А в зале, то есть, не тот воздух, что на улице? Ну, в зале копоти хотя бы нет. Часто ты в зале проводишь время? Часто, достаточно часто. Я себя этим заряжаю и пробежками заряжаю, какими-то силовыми тренировками. 4-5 раз. Я не люблю тусить в зале, я не люблю болтать и болтаться. А что касается питания? Ой, честно говоря, вот какая-то строгая диета и сидеть на чем-то – это ад. Полюбите кого-нибудь уже на коне. Не захочется кушать. Твое сердце сейчас свободно? А, оно свободно от предрассудков. Оно занято музыкой. Когда свадьба? В субботу, наверное. Спасибо большое за то, что ты пришла к нам в студию. Спасибо. Я желаю тебе хитов, успехов и ждем твой сольный концерт. Спасибо, да. Я над этим работаю. Спасибо. И приглашаю заранее. Спасибо. Успех. Как же не хочется отпускать любимых. А уж если так получилось, то мгновенно возникает желание снова сказать «иди ко мне». Так и поступил Влад Соколовский. В этом году артисты активно радуют зрителей яркими коллаборациями. А некоторых из них уже невозможно представить поодиночке. Артикасти, например, и вовсе неделимы. Говорят, что у каждого человека на Земле есть своя вторая половинка. Только как выяснилось, встретить ее не так-то просто. Максу Барских даже приходится просить помощи у небес. Эти полчаса пролетели незаметно. Но я не прощаюсь с вами, а лишь говорю до скорых встреч. Ведь совсем скоро мы снова увидимся с вами в эфире телеканала Европа Плюс ТВ и на наших страничках в социальных сетях. С вами была Полина Слепакова. Увидимся совсем скоро в эфире Европа Плюс ТВ. Редактор субтитров А.Семкин